Добрый вечер, дамы и господа. Мне тут задали один вопросик. По-моему, очень любопытный вопрос. Я думаю, что он навеян моими рассказами о совковой психоделии. То есть, вполне резонный вопрос. А занимался ли я управляемым сном? Ну, потому что психоделия, галлюцинос, ну и, конечно же, здесь очень близкие сновидения. Да, я действительно занимался этими вещами в 97-м году, если не ошибаюсь. Один приятель познакомил меня со своим знакомым, который впервые привез в Москву приборчики Dream и Dreamlight. Тогда они производились где-то за рубежом, я не могу точно сказать где. Чтобы не соврать просто. По-моему, были американские эти приборы. А может быть и нет, не знаю. Что из себя представляли эти приборы, если кто не знает. Dream это первый прототип. Он попроще и подешевле. Соответственно, в нем предусмотрены датчики, которые считывали движение глазных яблок во время фазы быстрого сна. И, соответственно, там была еще красная лампочка, которая включалась в случае, если движение глазных яблок соответствовали тому алгоритму, который интерпретировался как фаза быстрого сна. То есть именно в фазе быстрого сна возможен вход в то состояние, которое называется управляемым сном. То есть эта лампочка вспыхивает, красненькая лампочка, ты ее во сне идентифицируешь как огненную сферу. И ты должен усилием воли, в общем, достаточно нечеловеческим усилием, без тренировки это вообще невозможно, достичь этой сферы, войти в нее, и на выходе из сферы уже сон становится управляемым. Управляемое сновидение – это то сновидение, в котором ты осознаешь, что ты спишь. И, соответственно, сон превращается в такой пластилин, виртуальный пластилин, в котором ты можешь лепить образы, задавать вопросы, получать ответы. И, в общем, массу всего, что только возможно. А второй приборчик Dreamolite, соответственно, это приборчик, который подсоединялся, имел возможность соединения с компьютером. Вот и все, собственно говоря. Ну, и там были предусмотрены еще всякие прибамбасы типа звуковых устройств, записи там чего-то и так далее. Записи звуков, производимых тобой. То есть ты во сне теоретически мог разговаривать, как бывает иногда, спонтанно. А здесь, соответственно, поскольку управляемый сон, ты, значит, соответственно, мог разговаривать уже сознательно совершенно во сне. Таким образом, эта информация могла бы быть записана. Тогда MP3-плееров не было, как вы понимаете. Все это было очень громоздко. И запись производилась именно компьютером, в общем-то. Больше ничего. Ну, еще была такая технология входа, то есть как сделать сон не просто управляемым, а заказным, так сказать, да, то есть сон-кинофильм. Предполагалось, что у тебя находится набор каких-то конфеток разного цвета. И, значит, каждый цвет этой конфетки, собственно говоря, определяет тематику сновидения. Ты такую конфетку посасываешь, соответственно, надеваешь конфетка, часто это еще и снотворная. И посасывая, в общем-то, эту конфетку, ты входишь в транс, в общем-то, тренируясь до этого, очень много тренируясь. И настраивая свой организм на то, чтобы говорить себе постоянно, я управляю этим сном, я не просто засыпаю и так далее. То есть ты должен дико сосредоточиться на этом. Что дико сложно. Повторяю, при всех этих вещах это ужасно сложный процесс. Мало у кого вообще-то это получается. Очень много людей, которые не способны, ну, мы знаем, что многие пытаются медитировать, не у каждого это получается. Да, это вот процесс очень близкий к этому. Поэтому такие приборы, в общем-то, это удел одиночек, удел таких фанатов совсем чокнутых. У которых это получается. Ну, это как, я не знаю, повторяю, да, это как егическая какая-то медитация, очень сложная медитация при этом. Вот. Поэтому, конечно же, они не то, что дефицит, да, они такой товар, ну, на любителя, скажем так, да. Ну, действительно, такого прямо вот тотального ажиотажа никогда не было в свое время. Я набаловавшись с этими всеми приборами, я их не покупал, я их брал у этого человека просто, ну, как бы для тестирования. Потому что стоили они, в общем-то, немало тогда, у меня лишних денег не было. Он мне дал на месяц эти приборчики, сначала один, потом другой. И, значит, я забавлялся в течение двух месяцев. Потом предложил Владимиру Овчаренко сделать проект на эту тему. Но он отказал мне, потому что сказал, что это, типа, не визуально. Проект заключался в том, чтобы публика, то есть по стенам галереи должны были быть развешены плакаты таких фильмов, как бы, которые генерируют твое сознание. Ну, это, естественно, симулятивный проект. То есть здесь, скорее, такое внушение должно было бы работать, что ты, ну, как бы, захотел, да, и увидел во сне там Шварценеггера, который играет в твоем персональном фильме. Ты такой режиссер и сценарист одновременно. Или там кто угодно. Да, ну, вот такие вот плакаты со звездами по стенам галереи висят. И, соответственно, как примеры. Примеры того, что ты можешь увидеть. Соответственно, посередине стоит ложе. Такое ультрафутуристическое. Наподобие кресла в хорошем модном зубном кабинете. То есть такая подвижная кровать, что ли. Не знаю. Вот. Функциональная кровать – это точный термин, который регулируется электромоторами. И, значит, зритель приходит, надевает такой шлем, засыпает, соответственно, при помощи этой конфетки. Вот. И, ну, чего-то там видит или не видит. Вот и вся, собственно, система. Ну, и, конечно же, тут и риск того, что кто-то там, у кого-то может инфаркт хватить во сне и так далее. Это первое, что возникло в голове Овчаренко. Вот. И второе, что это невизуально. Хотя, на самом деле, через много-много лет, по-моему, лет через десять, что ли, где-то я видел, по-моему, на Арс Электроника подобный проект, который почти точно копировал этот проект, который я придумал. Я не помню, кто автор, но важно, что это было осуществлено так или иначе. Я не знаю. Я не был на этой Арс Электронике. Я видел просто в каталоге, как инсталляцию, картиночку этого всего. Что касается моих персональных ощущений, когда я, так сказать, развлекался с теми приборов, я могу сказать, что да, в конце концов, я достиг определенных результатов. Я научился входить в эту сферу, и сон стал управляемым. После чего, соответственно, я видел массу разнообразных сновидений, которые отдельная тема, наверное, потому что это сложные сновидения, очень насыщенные всякими деталями, и яркими цветами, и запахами, и всеми вещами, которые ты только можешь захотеть увидеть. Могу сказать, что я не сосредоточился, например, как мы, может быть, подумали, на какой-нибудь порнографии или эротизме, или чем-то таком, что, наверное, первым делом приходит в голову обывателя. Меня интересовало будущее, меня интересовала футурология. Это, точнее говоря, вот такой странный способ исследования будущего. Я пытался при помощи вот этого как-то смоделировать в этом управляемом сне, что могло бы быть. Пытался задавать каким-то сущностям, которых я вызывал во сне. Этому можно доверять, можно не доверять. И, естественно, это всё скорее игра ума, игра моего мозга. Может, нет. Кто знает, что это такое. Это, опять же, область туманная. И вот один такой сон, я, может быть, сейчас расскажу. Это сон удивительный по своей красоте. И во сне я увидел город, чудесный город, в котором не было дорог. Не было никаких вообще, так сказать, были красивые чудесные дома из какого-то красного камня, типа гранита. Напоминало это всё какую-то смесь арт-деко и сталинской архитектуры. То есть, всё такое устремлённое ввысь. Всё очень роскошное, приятное. Я ощущал теплоту, солнце, которое падает через... Вот буквально я находился в одной из зал такого дома и наблюдал то, что открывается передо мной. Это было на высоте, довольно приличной высоте. Я просто ощущал теплоту солнца, которые... Этих таких очень приятных, нежных лучей солнца, которые освещают моё лицо, греют моё лицо через какой-то очень приятный витраж. И очень важно, что этот город... Потом я узнал, что можно воспользоваться специальным транспортом, летающим транспортом, тоже очень роскошным, похожим на какие-то старинные автомобили красивые, типа какой-нибудь «Чайки» или «Зима». Ну, только специально переоборудованное. Там всё топало в плюше, бархате и так далее. Невероятно комфортный салон. Управление было автоматическим, и ты мог наслаждаться видом. А внизу вместо дорог росли деревья. Я помню какие-то ромашковые поля, одуванчиковые поля, много тюльпанов, каких-то невероятных цветов, летающие бабочки, птицы различных цветов и видов. То есть такой рай, на самом деле, это прямо такая противоположность каким-то лавкрафтианским видениям, если вы понимаете, о чём я говорю. У него есть такое произведение, где герой живёт жизнью другого существа и видит его глазами. И, насколько я помню, там всё было довольно-таки мрачно. Здесь же была прямо полная противоположность, это было что-то чудесное. И вот такое можно получить. Я сейчас ни в коем случае не рекламирую эти приборы. Сейчас существует новое поколение, которое, на мой взгляд, то есть прошло довольно много лет с того времени. Сейчас эти приборы называются Начи, Dream Stalker, Dream Ketcher и так далее. Я не являюсь дистрибьютором, и это сугубо индивидуально. Вот эти все вещи, это управляемое сновидение, это сугубо индивидуально. У кого-то может получаться, у кого-то нет. Поэтому я не призываю вас ни в коем случае что-то такое покупать, потому что вы понимаете, что это не у всех может получиться. Но вы можете задавать также вопросы на эту тему. Я буду делиться своими впечатлениями дальше на эту тему. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Маврамати по-прежнему. Спасибо.